Привет, с вами Игромания и Star Conflict. Мы продолжаем рассказывать о разных ролях. Сегодня речь пойдёт о штурмовиках-заградителях — кораблях, которые охотятся за шустрыми перехватчиками, а также любителями адаптивных щитов. Заградителей можно найти во флотах и «Ерихона», и «Федерации». Но вторым повезло больше. Для кораблей этого класса важны скорость и манёвренность, а это явно конёк «Федерации». Да, у кораблей «Ерихона» прекрасные щиты, но если вы не можете вовремя оторваться от разведчика или уйти из-под огня, даже самые надёжные щиты не спасут. Исключение, пожалуй, тут только одно — можно и на «Ерихоне» полетать, если поставить на него крейсерскую модификацию двигателя, которая значительно увеличивает скорость корабля в ущерб управляемости. Помните только, что в ближнем бою с ней не повоюешь. На «Форсаже» звездолёт станет неповоротливым, словно фрегат. Давайте разберёмся, чем «Заградитель» может навредить вражеской команде. Первый боевой модуль — это блокирующий луч. Он не позволяет врагу использовать «Форсаж», но, в отличие от массового подавителя-ускорителей, действует только на одну цель и до тех пор, пока вы не отключите умение или не потеряете цели с виду. Внимательно следите за уровнем энергии. Хоть луч и перезаряжается всего секунду, батареи он может выкачать очень быстро. Чтобы облегчить себе жизнь, можно поставить на корабль стабилизатор напряжения или многофазный генератор. Тогда совсем без энергии вы не останетесь. Дальше у нас по списку подавитель силовой установки. Смысл у модуля тот же — замедлить противника и сделать его легкой мишенью. Но вместо отключения «Форсажа» это умение напрямую режет скорость корабля. Эффект более заметный, чем от блокирующего луча, но и действует подавитель не постоянно, а лишь 8 секунд, после чего отправляется на довольно долгую перезарядку. В спайке с блокирующим лучом этот модуль превратит любую цель в стоячую мишень. Однако тут очень важно правильно выбрать момент. Сперва убедитесь, что у противника не осталось универсальных модулей, иначе тот стряхнет с себя замедление с помощью восьмого импланта Федерации. Охранный дрон. Заградитель подвешивает беспилотник, который стреляет по всем целям в определенном радиусе. Из-за высокого урона и скорости полета снаряда — это крайне эффективное средство в борьбе с перехватчиками. От выстрелов дрона трудно увернуться, а на то, чтобы его сбить, придется потратить какое-то время. А вот его старший брат — тяжелый охранный дрон. Нам он вряд ли пригодится. Бьет тяжелый дрон, конечно, больно, но низкая скорость снаряда и малая скорострельность означает, что во врага беспилотник попадет только в том случае, если тот будет висеть на одном месте или долго лететь по прямой. Следующее умение — точечный целеуказатель. Принцип работы тот же, что и у блокирующего луча, только эффект другой. Модуль делает цель более уязвимой к урону. Все бы здорово, только целеуказатель ест энергию с ужасающей быстротой. Пока он активирован, лучше забыть про форсаж, иначе за пару секунд просадите весь энергозапас. Ну а если используете адаптивные щиты, от целеуказателя и вовсе лучше отказаться. С умениями, которые портят жизнь соперникам, все понятно. А что насчет модулей, которые помогут выжить нам самим? У заградителя есть вариант только один — спецмодуль «Хамелеон». При активации штурмовик на довольно продолжительное время превращается в невидимку. А когда эффект кончается, вы на несколько секунд получаете заметный прирост к урону. Но стоит помнить, любой полученный урон тут же выводит из невидимости. Поэтому при использовании «Хамелеона» убедитесь, что диверсанты не повесили на вас плазменную сеть, а фрегаты прикрытия не достают ваш корабль пульсаром. Иначе потратите невидимость зря. Особое внимание стоит уделить разведчикам противника с их ботами-шпионами и микропеленгаторами. Оба этих модуля не позволят вам использовать «Хамелеон». От шпионов избавиться несложно, просто потритесь о какую-нибудь поверхность или дружественный корабль. С микропеленгатором дела обстоят немного сложнее. Тут варианта два — либо сбить его, либо улететь за пределы его зоны видимости. Также можно спрятаться за какие-нибудь обломки или астероид. Теперь заглянем в ракетный отсек. Тут нас ждут довольно кусачие ракеты с замедляющим полем. Они, как и следует из названия, создают на месте взрыва зону замедления. Звучит хорошо, однако не торопитесь брать их на вооружение. Поле от ракет действует как на противников, так и на союзников. Поэтому брать их стоит только в том случае, если вы твердо знаете, что не промахнетесь. Любителям ближнего боя советуем брать генератор сингулярности. Для схватки на дальних дистанциях подойдут пушка Гаусса, потоковый фазер или уникальный гравий-излучатель. По сути, это тот же ионный излучатель. Только вместо того, чтобы постепенно снижать сопротивляемость к термическому урону, наша пушка постепенно снижает скорость цели вплоть до 50%. Урон немного ниже, зато стреляет дальше. С таким оружием враг далеко не улетит. Оптимальная сборка для заградителя выглядит, на наш взгляд, следующим образом. Блокирующий луч, подавитель силовой установки, охранный дрон, а также ремкомплект или усилитель щита. Идеальная цель для заградителя — одинокий перехватчик. Используйте спецмодуль «Хамелеон», чтобы подобраться к нему незамеченным, активируйте блокирующий луч и подавитель силовой установки и берите его тепленьким, пока он висит на месте. Небольшой совет. Из невидимости лучше всего выходить на последних секундах ее действия, потому что к этому времени спецмодуль успеет наполовину перезарядиться. Не спешите. Также не стоит забывать, что «Заградитель» — самый хрупкий корабль в своем классе. Если «Хамелеон» и универсальный модуль, то есть ремкомплект или усилитель щита, на перезарядке, то в ближний бой лучше не лезть. Пытайтесь подловить противников блокирующим лучом с максимально возможного расстояния. В такой ситуации самые важные цели — те, кто атакует ваших союзников в ближнем бою. Сбить врага вы, возможно, и не сможете, но союзный корабль наверняка спасете. На этом все. С вами была Игромания. Встретимся в космосе! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова